Деревья и кустарники. Береза. Используется почти все дерево. Березовые листовые почки, заготавляемые ранней весной, березовый сок, листья, деготь и уголь, получаемый при сухой перегонке древесины, а также гриб чага, образующий наросты на стволах березы. Считается, что все березовые части имеют свойство благотворно влиять на обмен веществ, удалять из организма шлаки и вредные вещества при заразных болезнях. Почки и листья березы обладают фитонцидными свойствами. Их отвары и настои используют в качестве мочегонного и желчегонного средства. Для лечения экземы делают горячую ванну из отвара почек березы. Уникальными свойствами обладают майские клейкие листочки березы. По некоторым данным, они превосходят женьшень, которые восстанавливая силы человека, одновременно способствуют увеличению злокачественных опухолей, если они имеются в организме. Березовые листочки не только восстанавливают силы человека и очистят кровь, но одновременно убивают злокачественное новообразование. Настой молодых листьев используют при почечной колике, желтухе, как стимулирующее, противовоспалительное и камнедробящее средство. Отвар и напар 10 граммов на 200 граммов воды из почек или листьев дают женщинам во время менструации для облегчения выхода крови. А в последний период, начиная с 12 дня после родов для облегчения и ускорения, после родовых очищений, ванны из настой березовых листьев рекомендуют при суставном ревматизме и подагре. Березовый сок издревле применяется при подагре, артрите, ревматизме, как мочегонное и укрепляющее средство. Препарат очищенного березового угля называется карболеном. Используется в качестве адсорбента при отравлении ядами и бактерийными токсинами, при дизентерии, метеоризме и как антиспазматическое средство. На Руси раньше широко использовали угольки, как березовые, так и липовые. Их вынимали из русской печи и ставили в миски на стол. Именно этим в старину очищали кишечник, спасаясь от желудочных недомоганий, съедая по несколько угольков в день. Особенно любят их дети. Уголь это средство, которое спасло от солнечного удара, от головной боли в сухое и жаркое время года. Верба. Вкус горький, терпкий. Она обладает удивительными свойствами. Особенно сильно они проявляются весной, когда она вбирает в себя силу весеннего солнца и талой воды. В вербное воскресенье, за неделю до Пасхи, наши предки выхлёстывали себя вербой. Брали много вербовых веточек в виде веника и начинали хлистать ими себя, начиная от стоп и выше до сердца, а потом спину тоже от стоп. Сила, запасенная веточками вербы, при этом переходила в человеческое тело и человек чувствовал себя заново родившимся. Веником из вербы хорошо выметать ссор из дома. Он собирает сметье, это волосы, клочья чёрной паутины. Это считается пагубным ссором, вредит здоровью всей семьи. Этот мусор необходимо сжигать. Веточки вербы могут снять головную боль. Для этого надо положить две веточки крест-накрест на голову человека и повязать платком. Она вытягивает головную боль горячей природы. Ива. Лучший вид ива с жёлтыми цветами. Природа её холодна и суха в первой степени. Её сок помогает при горячей форме головной боли. Если её сварить и отваром вымыть голову, то это поможет при перхоти на голове и выведить её. Запах ивы укрепляет сердце, а масло её укрепляет желудок. Если сделать припарку из листьев ивы с уксусом на область селезёнки, то рассосёт уплотнение. Если принять ванну в её отваре, то она поможет при горячей форме подагры. Но она вредна при холодной природе мозга. Заменителем её цветов являются цветы винограда. Нюхать её цветы полезны для людей с горячей натурой. Укрепляет мозг. Ива вредна для груди. Если её листья сварить и выпить отвар, то выводятся ветры из тела. Если листья отжать и сок закапать в ухо, то устраняются гнойные выделения. Если корок корня сварить в воде и вымыть отваром волосы, то он окрасит их в чёрный цвет. Вяз. Если его листья растолочь и посыпать на язву, то она зарубцуется. Если сварить в воде его листья, ветки и корень и отвар налить на место перелома, то он поможет срастанию кости. Если же сварить в воде его корень или листья и выпить отвар, то растворится слизь. Отвар следует дать 8,4 грамма и добавить немного вина. А когда появятся плоды на дереве, то на них бывают липкие штучки. Если их взять и смазать лицо, то очистится кожа. А когда эта липкая влага высохнет, то появляются насекомые, подобно мошкаре, которые поедают листья этого дерева. Если его кору растереть с уксусом и смазать кожу при витилии, то это поможет. Если кусочек его корня бросить в огонь, то из того конца, который останется снаружи, будет вытекать сок. Если этот сок закапать в ухо человеку оглохшему вследствие болезни, то к нему вернется слух. А если листья растолочь, отжать сок и в теплом виде закапать в ухо, то это поможет при глухоте и рассосет опухоль. Если же смешать с медом и ввести в глаз, то удалится глазная плева. Лучший вид ароматная красная роза. Природа ее холодна и суха в первой степени. Обладает высушивающими и укрепляющими свойствами. Ее запах помогает при горячей форме головной боли. Он полезен для сердца, укрепляет его, устраняет обморок. Он полезен и для желудка, печени и органов живота. Роза устраняет неприятный запах пота под мышками, вызывая чихание при холодной природе мозга. Если лечь на ложе, покрытая лепестками розы, то выделение семени при соите прекратится. Заменителем ее является кувшинка, сок розы. Он укрепляет желудок и мозг, успокаивает горячую форму головной боли, укрепляет сердце и помогает при сердцебиении. Веселит сердце и укрепляет органы чувств. Если смазать тело, выпить или нюхать. Если же делать полоскание, то укрепить десны. Если его выпить, то устранится сердечная слабость. Роза вызывает заложенность в груди. Ее вредное действие устраняет розовое варенье. Если выпить 26,4 грамма свежей розовой воды, то пронесет 12 раз. Прутняк. Это дерево, растущее по берегам рек на песчаных местах. Природа его горяча в первой степени и суха во второй. Обладает вяжущими и открывающими свойствами. Если его семена или листья положить на спину, то подавляется половое влечение и прекращается полюция. Если окурить женщину прутняком, то также подавится половое влечение. Если из его древесины сделать посох и взять его с собой путь, то сколько ни ходи пешком, не устанешь. Платан. Природа платана холодна и суха во второй степени. Обладает высушивающими свойствами. Если листья и кору вымочить в уксусе, сварить и сделать полоскание, то это укрепит зубы, успокоит боль и остановит кровотечение из десен. Если сделать припарку, то она поможет при боли в колене. Но платан вреден для груди. Его вредное действие устраняет молоко. Заменителем является кора граната. Тополь серебристый. Обладает высушивающими свойствами. Если его размельчить и вести с медом в глаз, то обострит зрение. Но плоды его вредны для легких. И вредное действие устраняет солодка. Заменителем является платан. Плоды ясеня. Природа их горяча во второй и суха в третьей степени. Увеличивает половую силу. Сок ветвей ясеня придает блеск глазам и очищает их. Помогает при сердцебиении. Успокаивает и укрепляет сердце. Он делает обильным семя и усиливает половое влечение. Кора его дерева растворяет слизь. Листье обладает вяжущими свойствами и высушивает злокачественные язвы. Доза его на прием 2,2 грамма. Но он вреден для почек. Его вредное действие устраняет тыква. Заменителем является грецкий орех. Листь с дубом. Природа его холодна и обладает вяжущими свойствами. Если его растолочь и посыпать на трудно заживающие язвы, то он быстро вылечит их и зарубцует. Желудь. Лучшим является крупный и сладкий желудь. Природа его холодна в четвертой и суха во второй степени. Обладает вяжущими свойствами. Помогает при болезнях десен и зубной боли. Останавливает кровь. А его наружная скорлупа входит в состав для окрашивания волос и делает их черными и блестящими. Он укрепляет и промывает желудок. Закрепляет естество. Прекращает месячные. Устраняет слабость мочевого пузыря. А также истечение мочи по каплям. Усиливает половую потенцию. Он полезен при отравлении всеми видами ядов. А его кометь помогает при витилиго. Доза его на прием 5,88 грамма. Но он медленно переваривается. Кора его имеет более сильное вяжущее свойство. Лучше сырым его много не есть, чтобы не повредить мочевому пузырю. А надо поджарить и смешать с сахаром. А потом есть это очень полезно. Шиповник. Сердцевину, которая находится внутри плодов, вынимает, чтобы не повредило легким. Если ее сварить в воде и принять в ванну во тварь, то это очень поможет при геморрое и успокоит боль и жжение. Цветок шиповника белый с острым запахом. Природа его уравновешена. Если соком шиповника смазать лицо, то он защитит от вредного действия солнца. Доза его на прием 5,88 грамма. Но он вызывает закупорку. Его вредное действие устраняет мед. По другим данным, природа его горяча и суха в первой степени. Обладает промывающими и разреживающими свойствами. Полезен при холодной природе нервов. Шиповник помогает при веснушках. Открывает заложенность в носу. Согревает голову, а также мозг. Если его измельчить и смазать тело, то он сделает запах тела приятным. Если высушить его плоды и пить ежедневно по 2,2 грамма в течение нескольких дней, то сохранится половая сила и не наступит раннее старение. Каштан – лучший вид крупный и сладкий плод. Природа его уравновешена и суха в первой степени. Обладает вяжущим действием. Он останавливает кровохарканье, помогает при болезнях легких, делает тело хорошо упитанным. Укрепляет желудок и закрепляет естество. Устраняет слабость мочевого пузыря и истечения мочи по каплям. Его вредное действие устраняет мед. Лучше всего его сварить в воде и съесть. Его вредные свойства исчезнут и он станет на вкус сладким. Женщины едят его много, чтобы пополнить. Заменителем является желудь. Желудь. Кипарис. Лучшим видом является темно-зеленый кипарис. Природа его горяча в первой и суха во второй степени. Обладает вяжущими свойствами. Укрепляет волосы и делает их черными. Не дает человеку быстро состариться. Если его плоды смешать с инжиром, то это поможет при язве в носу. Он разъедает дикое мясо в носу и выводит его. Поможет при заплетении языка, слабости кишок и мочевого пузыря. Если принять ванну во тваре, то это поможет при простуде. Его припарка полезна при опухоли яичек. Он укрепляет больные органы, вылечивает витилиго и помогает при всех горячих опухолях, сыпях, бородавках. Удаляет больной ноготь и способствует росту здорового. Но вреден для легких. Если сделать окуривание его древесины, то все мухи исчезнут. Орешки кипариса. Природа их холодна и суха. Обладает вяжущими свойствами. Если из них приготовить мазь и смазать при грыже, то поможет. Они останавливают кровь, укрепляют нервы. Если их растолочь, смешать с инжиром, приготовить фитиль и ввести в нос, то разъестся лишнее мясо. Если их сварить в воде и женщины примут ванну во тваре, то втянет внутрь выпавшую матку. Они вредны для сердца. Их вредное действие устраняет мед. Заменителем будет кора граната. Лист персика. Если сделать припарку на пупок, силой изгонит глистов. Цветок айвы укрепляет мозг и сердце. Цветок яблони полезен для мозга и сердца. Цветок груши. Свойства похожи на цветок яблони и айвы. Дополнение к свойствам деревьев. Кельты, древние потомки французов, англичан, ирландцев, жившие в густых девственных лесах, эмпирически установили связь между человеком и деревом. Они утверждали, что дерево, как и человек, имеет определенные черты, достоинства и недостатки, а также требует своих условий жизни. По их утверждению, у каждого человека есть свое дерево, которое исцеляет от болезней, помогает снять усталость. Поэтому, когда человек болен, тревожен, не удовлетворен, ему необходимо подойти к своему дереву, прихоснуться к его стволу и постоять некоторое время. И дерево обязательно поможет. Вот список деревьев, которые подходят для людей, родившихся под их знаком. Яблоня. 23 декабря-1 января 25 июня-4 июля Пихта 2 января-11 января 5 июля-14 июля Вяз 12 января-24 января 15 июля-25 июля Кипарис 25 января-3 февраля 26 июля-4 августа Тополь 4 февраля-8 февраля 5 августа-13 августа Картос 9 февраля-18 февраля 14 августа-23 августа Сосна Сосна 5 по 19 февраля-28 по 29 февраля-24 августа-2 сентября Ива 1 по 10 марта и с 3 по 12 сентября Липа Липа с 11 по 20 марта и с 13 по 22 сентября Орешник с 22 по 31 марта и с 24 сентября по 3 октября Рябина 1 по 10 апреля с 4 по 13 октября Клён С 11 по 20 апреля с 14 по 23 октября Орех 21-30 апреля 24 октября-2 ноября Жасмин с 1 по 14 мая с 3 по 11 ноября Каштан 15 по 24 мая с 12 по 21 ноября Ясин с 25 мая по 3 июня с 22 ноября по 1 декабря Граб с 4 по 13 июня со 2 по 11 декабря Инжир с 14 по 23 июня с 12 по 20 декабря Дуб 21 марта весеннее равноденствие Берёза 14 июня-летнее противостояние Маслина 23 сентября-осеннее равноденствие Бук с 21 по 22 декабря зимное противостояние В эти знания кельтских жрецов-друидов можно верить, но надо и проверить К счастью такие люди нашлись Об одном таком человеке Мейлинцеве Рассказано в статье Рецепт в Дубраву Дмитруком Журнал Свет 1990 год Номер 4 Вот некоторые выдержки из него Много лет назад Мейлинцев страдал воспалением тройничного нерва Лежал в больнице Все было бессильно Ему было предложено удалить все верхние зубы Может в них кроется инфекция, которая провоцирует воспаление Во время очередного удаления ему вырвали сразу три зуба сросшихся корнями Боль была такой мучительной, что и не могли заглушить никакие наркотики Он вышел на улицу, чтобы никто не слышал, как он стонет В полузабути он подошел к дереву и прижался к нему щекой А когда очнулся, боль ушла Он смотрел на тополь На следующий день он вышел на улицу со стулом и посидел у тополя минут сорок, прижавшись к нему щекой С тех пор боль у него не появлялась А вот еще пример Целебную силу из числа сотен москвичей испытала семья Галины Львовны Румянцевой Медика по образованию После тяжелого гриппа она не могла ходить Ни лекарства, ни витамины не давали силы Помогли только сосновые плашки Встала на ноги и сразу же выбралась к своей сосне Болезнь окончательно отступила В чем дело В природе существует энергетический обмен между любыми живыми существами и неодушевленными предметами Методом биолокации удалось установить, что некоторые деревья обладают свойством забирать энергию, а другие ее отдавать Причем в первую очередь забирают плохую патогенную энергию, а затем уже и нормальную А отдают универсальную энергию космоса Прану Кандидат физико-математических наук Ахатин с помощью приборов Обнаружил материальные носители праны микролептоны Это сверхлегкие микрочастицы с массой на несколько порядков меньше, чем у электронов Отсасывающими энергию для людей являются осина и тополь Для некоторых такими деревьями является ель Осина чемпион по отнятию энергии как у людей, так и у бактерий В осиновом дереве никогда не заводится гниль Эти свойства осины даже отмечены в словаре Даля На осину заговаривают лихорадку из зубов Вырезают треугольник из коры Каждая сторона означает имя Святой Троицы Отца Сына Святого Духа Трут им десны до крови и прикладывают его опять на свое место Коли ноги сводят, то кладут осиного полена в ноги От головных болей в голове Колдуны и ведьмы Коли бродят по смерти Переворачиваются в могиле И прибиваются осиновым колом Чтобы капуста не прокисала Кладут в нее осиновое поленышко Подпитывающими для человека Оказался дуб Почти для всех Для других береза, сосна и каштан Причем отнимать и отдавать энергию Может не только само дерево Но и сделанная из нее мебель Это свойство деревьев нашло свое отражение в пословице В сосняке веселиться В березняке жениться А в ельнике удавиться Вспомните еще одну особенность Веники для бани делают в основном из березы и дуба И как видите не даром Практические рекомендации для установления Лечебного биоэнергетического обмена следующие Первое. Найти отсасывающие и дающие энергию деревья Для этого вырежьте полоску фольги Из под шоколадкин конфет длиной 10-15 см Шириной 2-5 мм Возьмите за один конец указательным и большим пальцем Медленно подойдите к дереву Если свешивающийся вниз конец полоски фольги Начнет отклоняться к дереву Значит она обладает отсасывающими свойствами Если же наоборот, то подпитывающими Второе. Не подходите к маленьким, а также больным деревьям У них мало энергии Подходите к большим красивым Третье. Найдя такое большое красивое дерево Постарайтесь подружиться с ним Поухаживать за ним Приветствую его подходя и прощаясь уходя Благодарите его Будьте откровенны с ним Как с лучшим другом Это позволит вам вступить в сильный биоэнергетический обмен Недаром Будде озарение снизошло под деревом Дерево с охотой будет отдавать вам свою энергию И получать еще большую из космоса Что благотворно скажется на нем Четвертое. Не ставьте в спальне мебель и растения с отсасывающими свойствами Вы можете заболеть, как это случилось с одной женщиной Больной астмой У нее над кроватью находился горшок с отсасывающим растением Когда она его сняла, то впервые за много лет спокойно спала Пятое. Когда надо использовать отсасывающие деревья А когда подпитывающие Отсос энергии необходимо делать, когда имеется избыток энергии в организме Который выражается в виде головной боли, нервозов в сердце, остеохондрозе, зобе, боли в печени А также при воспалениях, ожогах и травмах Подпитку энергии следует делать, когда имеется ее недостаток в организме Это выражается в частых ангинах, простудах, желудочно-кишечных расстройствах, артритах, а также при хронических заболеваниях Орехи и семена Грецкий орех лучшим видом является орех с тонкой скорлупой, свежий и полный Природа его горяча во второй степени и суха в первой Обладает растворяющими свойствами Сок его листьев помогает при ушной болезни Из его зеленой скорлупы готовят масло и чернят волосы Если сок зеленого ореха ввести в глаз с медом, то удалится плева Ореховое масло помогает при болезнях почек, трещинах и болях в заднем проходе, а также укрепляет почки Зеленая скорлупа грецкого ореха препятствует наступлению беременности Зола его скорлупы высушивает раны Заменителем сока его листьев является сок черной туты Если съесть орех, то он быстро переваривается в желудке, но может ему повредить, а также увеличит количество желтой мочи и вызвать головную боль Вреден он при кашле Если его съесть натощак, то он вызовет рвоту Если смешать с медом и съесть в большом количестве, то это поможет вывести плоских и длинных глистов Если смешать с рутой и медом и приложить к опухоли молочной железы, то опухоль рассосется Помогает он при нервной судороге Если растолочь орех и приложить к пупку человека, у которого болит живот, боль пройдет Если же скорлупу сжечь, растереть свином и оливковым маслом и смазать голову у детей, то это очень полезно для волос и поможет их росту Если разжевать сердцевину старого ореха и приложить к злокачественной опухоли или смазать фурунку, то поможет им исчезнуть Если зеленые листья растолочь, смешать с железными опилками, оставить в течение недели, ежедневно помешивая их и смазать голову, то седые волосы окрасятся Если зеленую скорлупу сварить в воде и сделать полоскание отваром, то это укрепит зубы Если тучные люди заснут в тени ореха, то похудеют Если же орех растолочь и смазать им лицо, то удаляет веснушки Если орехи настоят на меду, то согреются почки, настанет послабление, помогают они при холодной природе желудка Если золу скорлупы выпить с вином, либо сделать свечи и ввести во влагалище, то это поможет при истечении крови по каплям у женщин Если человек будет соблюдать пост и есть лишь орехи, то это поможет при сведении ног и спазме нервов и снимет судорогу Помогает, если середину старого ореха разжевать и смазать им лишай у детей Если же 29,4 грамма корня коры сварить и выпить досыта отвара, то появится рвота липкой слизи Он помогает при тех болях, которые бывают ниже поясницы А если свежей корой его корни ежедневно в течение трех дней по одному разу смазывать рот, то очистится мозг, укреплятся органы чувств и разум Масло его полезнее, чем миндальное Заменителем является масло фиалки Сладкий миндаль Лучшим является крупный и полный миндаль Природа его уравновешена Он умеренно питает тело Лущеный миндаль полезен при сухом кашле, кровохаркании Болезни мочевого пузыря и кишечника Он вызывает послабление, очищает грудь и успокаивает жжение при мочеиспускании Если съесть его с сахаром, то сделает обильным семя Полезен он и для легких В поджаренном виде полезен для желудка Но он медленно переваривается Вредное действие миндаля устраняет сахар А также сиропы кислых фруктов Незрелый виноград, яблоки Его охлаждающее и вяжущее начало находится в наружной скорлупе, а не в ядре Вообще кожицу миндаля необходимо удалять, она ядовита Для этого его необходимо окунуть в кипяток и оставить там на минуту Кишью, вкус его сладкий и немного вяжущий Согревает тело, действие оказывает тяжелое и маслянистое Увеличивает в организме слизь и желчь, угнетает ветры Рекомендуется принимать в умеренных дозах Арахис, обладает теми же свойствами, что и кишью Подсолнечные семечки Американские индейцы в течение многих веков использовали их в пищу Население Балкан и России в настоящее время широко применяют их Белки подсолнечника обладают высокой биологической ценностью Богаче, чем мясо, яйца или цыплята А также являются источником других пищевых веществ Они легко перевариваются Желтое сладкое подсолнечное масло Очень хорошее и является одним из наилучших для использования за столом Как источник витамина D, семена подсолнечника Гораздо ценнее жира печени трески Которые дают много побочных эффектов Масло очень подходит для заправки салатов Семена щавеля Лучшие, свежие и сочные С красноватым оттенком Природа холодна и суха Обладают сильным вяжущим действием Очищают кишки Закрепляют естество И останавливают понос Вредны для почек Их вредное действие устраняет сахар Говорят, что если женщина завяжет в тряпицу семена щавеля И привяжет к левой руке То не забеременеет Доза их на прием 5,88 грамма Их вредное действие устраняет фенхель Семена чабреца тимьяна Лучшими являются огородные семена с черноватым оттенком Природа их горяча и суха Вызывают месячные и способствуют легким родам Доза их на прием 5,88 грамма Они полезны при ветрах в животе Вредны для легких Заменителем является мята Семена латука Природа их холодна и суха Они нагоняют сон и усыпляют Подавляют половую потенцию Они полезны тем, кто страдает ночными полюциями Прекращают выделение семени и высушивают Доза их на прием 2,94 или 5,88 грамма Семена споржи Природа их холодна и влажна Делают обильным семя и усиливают половую потенцию Обладают открывающими свойствами Делают обильным молоком у женщин Доза их на прием 5,88 грамма Вредны для селезенки Их вредное действие устраняет мед Семена репчатого лука В них имеется избыток влажности и теплоты Поэтому они усиливают половую потенцию У людей с холодной натурой Семена репы Природа их горяча и влажна Они усиливают половую потенцию Вызывают ветры Если семена репы повесить на шею То они помогут при паховой опухоли Если их съесть Окрепнет половой член Доза их на прием 5,88 грамма Вредны для селезенки Их вредное действие устраняют семена дыни Семена укропа Природа их горяча и влажна Они постепенно увеличивают выделение молока А также увеличивают геморрой Если их сжечь и сженым мазаться Вредны для мочевого пузыря Вредное действие устраняет мед Заменителем является сам укроп Семена льна Природа их горяча в первой степени В остальном они уравновешены Они обладают смягчающими И сваривающими свойствами Если смазать лицо Семенами льна вместе с водой То они выведут веснушки Если их слизью Смазать волосы То они быстро вырастут А если смазать голову их маслом И присыпать свинцовым глетом То вылечится плешь на голове Способствуют обилию молока у женщин А также мочи Усиливают половую потенцию Если женщина примет ванну В их отваре То это поможет при плотной опухоли матки Их вредное действие устраняет мед Если их смешать с медом И горячим по природе лекарством То усилится половая потенция Если беременная женщина Примет сидячую ванну В их отваре То легко родит Они полезны при всех видах Болей кишечника Помогают при трещинах заднего прохода Семена подорожника Природа их холодна и суха Лучшими являются сочные С черноватыми и красноватыми Оттенками семена Обладают вяжущими свойствами Помогают при закупорке печени, почек И болезни седалищного нерва Доза 8,8 грамма Вредны для легких Их вредное действие устраняет мед Заменителем являются семена щавеля Семена моркови Говорят, что они помогают при раковых язвах Вызывают половое желание Усиливают мочоделение И вызывают месячные Помогают при болезнях нервов Семена редьки Лучшими являются сочные семена С черноватым и красноватым оттенком Природа их горяча и суха во второй степени Они выводят веснушки А также белые пятна при витилиго Они выводят ветры из живота И ослабляют их силу Доза их на прием 2,88 грамма Вредны для печени Если выпить с уксусом То вызовут рвоту Сделают обильное мочу И рассосут опухоль селезенки Их вредное действие устраняет кориандр и сахар Комментарий для лучшего использования орехов и семян Семя запасает жизненную силу И программу развития растения Созрев и отпав Оно должно пережить неблагоприятные климатические условия Влажность земли Холод зимы Поэтому семена и орехи обладают противоположными качествами Горячностью и сухостью И выдерживают все неблагоприятные климатические условия Поедая их Человек приобретает их силу И способность противостоять вредным условиям зимы Орехи и семена – это пища, предназначенная самой природой для зимнего времени года Но если их есть летом, когда жарко, то это приводит к перестимуляции теплотой и сухостью нашего организма А их летом и без того предостаточно Именно с этой целью народная мудрость разрешала употреблять орехи после окончания летней жары После третьего орехового спаса 28 августа разрешалось есть орехи Вообще три спаса – медовые 14 августа, яблоневые 19 августа и ореховые введены с незапамятных времен с целью уберечь народ От несвоевременного употребления этих продуктов, вредных до указанного срока Сладости Мед Лучший вид сладкий и душистый мед Природа его горяча и суха во второй степени Он очищает уши и улучшает слух А если смешать его с кристаллической солью, то он очистит язву уха Мед увеличивает природную теплоту и по этой причине полезен старикам А также он полезен людям с холодной натурой и при холодной природе печени и желудка Вызывает половое влечение Очищает злокачественные язвы Доза его на прием – 52,9 грамма Но он вреден людям с горячей натурой Его вредное действие устраняет уксус Говорят, что хорош мед с красноватым оттенком Весенний и летний Осенний и зимний – хуже Говорят также, что мед обладает вытягивающей силой Которая удаляет влаги из глубины тела И устраняет заплесневение соков Мед превращается в желтую желчь Препятствует образованию слизи Если его сварить или выпить с водой То он очистит грудь от смешений влаг Усилит половую потенцию и поможет паралитикам Он вызывает образование хорошей крови Но он вреден зимой молодым людям Если выпить его с теплой водой То он вызовет рвоту Его вредное действие устраняют гранат, щавель и фрукты Помните, что мед рекомендуется употреблять после медового спаса И заканчивать с наступлением жары Сахар – природа его горяча и суха в первой степени Обладает очищающими свойствами Размягчает естество Удаляет тонкую плеву из глаз Помогает при простуде и кашле Устраняет сухость горла и полезен для голоса Открывает закупорку и вызывает послабление Помогает при болезнях почек и мочевого пузыря Вызывает выделение желтой желчи По мере старения сахара сухость его возрастает Если смешать его с коровьим маслом и съесть, то это вызовет месячные Если же 29,4 грамма смешать с 58,8 граммами топленого коровьего масла И в теплом виде съесть, то поможет при болях в пупке А если женщина примет его во время родов, то быстро и легко разрешится И он очистит ребенка Сахарный сироп Природа его горяча и влажна Подобно меду он вызывает послабление Крахмал Лучшим является белый крахмал Природа его холодна и суха Крахмал делает тело хорошо упитанным Тот крахмал, который получают из пшеницы Медленно переваривается и вызывает закупорку И говорят, что он вызывает образование черной желчи Халва Природа того вида, который приготовлен на сахаре Умеренно полезна для всех натур, а также при кашле Который возникает от теплоты Очищает легкие от влаг, согревает живот Но и следует запивать соком кислого граната Чтобы устранить ее вредное действие И растворить камни мочевого пузыря и почек Халва с маком помогает при простуде Приготовленная на меду помогает старикам Халва с орехами очень горяча по своей природе И полезна при избытке влаг Комментарий для лучшего использования сладостей Никогда не употребляйте сладости после еды Переваривание и усвоение сахара идет в тонком кишечнике Попав в желудок, где уже имеется пища Он будет бродить и испортит вам всю ранее съеденную еду Кушайте сладости до еды или вообще делайте из них отдельный прием пищи В настоящее время все настолько насыщено сахарами Что употребляйте их как можно меньше А мед только после медового спаса Масло и жир Масло сливочное Природа его горяча и влажна в первой степени Обладает переваривающими, растворяющими и успокаивающими свойствами Если смазать маслом десны у детей, то это облегчит прорезывание зубов Помогает при сухом кашле, если съесть его с сахаром Если у человека опухает и отекает заднепроходное отверстие Или появляются плотные опухоли То клизма со смесью масла и меда поможет и вызовет послабление Оно устраняет вредное действие ядовитых лекарств, но ослабляет желудок Его вредное действие устраняют кислые соки Заменительным является очищенное топленое масло Если съесть его с хлебом, то тело сделается упитанным Если смазать высыпание на коже, то она очистится Топленое масло Сила его действия близка к сливочному маслу Природа его горяча и влажна По своей теплоте оно превосходит сливочное масло Оно смягчает кожу человека Говорят, что оно помогает при укусе змеи Если съесть старое топленое масло Чем старее масло, тем более возрастает его теплота А также очищающие свойства Смягчает грудь у женщин и детей Сваривает влагу Если смешать с сахаром и горьким миндалем То станет противоядием в отношении всех ядов Если 29,4 грамма его смешать со 176,4 граммами гранатового сока и выпить То это поможет при дизентерии Если съесть масло натощак, то оно поможет при застарелом кашле Если в течение 7 ночей смазывать лицо этим маслом То оно сделается блестящим и очистится Масло оказывает сильное действие на человека с мягкой природой Усиливает выделение желтой желчи Его вредные действия устраняют кислые вещества Масло вообще Есть много видов масел Лучшим является свежее Природа его горяча и влажна Оно выравнивает волосы и не дает им расщепиться Увлажняет голову и нагоняет сон Размягчает тело Делает лицо блестящим Устраняет заложенность груди и легких Прекращает сухой кашель Увлажняет тело как внутри, так и снаружи А также с помощью клизмы Размягчает опухоль Помогает при судорогах Но ослабляет желудок Его вредные действия устраняют фрукты с вяжущим вкусом Оливковое масло Природа его горяча и влажна Лучшим видом оливкового масла является свежее и пресное Оно помогает при болезнях желудка и укрепляет десны Если держать его во рту, то оно не даст потеть Все виды оливкового масла вылечивают простуду Ибо его сила быстро проникает в тело Оно смягчает естество и помогает при колике, которые возникают вследствие вздутия кишечника Очень полезна клизма с оливковым маслом Если оливковому маслу один год, то оно считается старым Чем старее оно становится, тем более возрастает его сила и полезные свойства Заменителем старого оливкового масла является масло клещевины Отстой оливкового масла Лучше всего старый отстой Природа его горяча и суха во второй степени Помогает при плотной опухоли, образовавшейся от ветров близ селезенки А если ввести его в глаз, то предохранит от катаракты Он помогает при язве и свящей, если они есть теле Жир утки, гуся Природа его горяча, влажна и весьма нежна Если приготовить из него восковую мазь и смазать лицо, то очистится кожа Куриный жир, он более горячий по природе, чем гусиный Свиной жир, лучшим является жир молодого самца Природа его более влажна, чем у всех остальных видов жира После действия он близок к оливковому маслу Но в отношении теплоты уступает жиру козы Помогает при опухолях и язвах кишечника Жир козла закрепляет сильнее всех остальных видов жира А если сделать с ним клизму, то она очень поможет при язвах кишечника Он действует сильнее, чем свиной жир, ибо быстрее застывает Говяжий жир, по природе он горячее и суше козьего жира Заменителем является утиный жир Жир теленка, по природе он горячее ковяжьего жира Комментарии для лучшего использования жиров Растительное и топленое масло Костный мозг и жир Тирает в тело, голову, делает клизм, закапывает в уши Глаза, нос и рот Горячая вода способствует усвоению масла Масло лучше принимать на голодный желудок, не смешивая ни с чем Кто желает долголетия, усиления огня и теплоты, ясности памяти и развития ума Используйте топленое масло У кого тело неуравновешено, преобладает сухость И кто желает поправиться, применяйте растительное масло При утомлении от трудов и забот, истощении сил, закупорке сосудов, хорош костный мозг При язвах, ожогах, болях в костях и суставах, в животе и матке, в болезнях уха и головы используйте жир Для послабления ешьте топленое масло на расцвете Если масло есть после, до или во время еды, то соответственно оно окажет действие на верхнюю, нижнюю и среднюю части тела А именно на верхнюю вызовет слизь в груди, голове На нижнюю даст послабление На среднюю вызовет желчегонный эффект О том, что внутри хорошо умастилось Говорит легкость движений пищи, газов Перестает сохнуть кал Идет как колбаска Возрастает тепло Пропадает желание есть масло Топленое масло предпочтительно зимой, растительное летом Костный мозг и жир хороши весной и в дневное время Польза от масла Дает цвет кожи, силу телу, ясность чувств Старых людей укрепляет вред При переедании Выходит через верх и низ Пропадает аппетит Весной растительное масло Возбуждает слизь и желчь Зимой от жира бывают Зябкость и несварение Это лечат голодом, жаждой, компрессами, рвотой, горохом и рисом Молоко и молочные продукты Молоко вообще Имеется много видов молока Лучшим считается то, которое взято у хорошо откормленного животного Природа молока холодна и влажна Оно хорошо питает и согревает тело, усиливает работу мозга Если женское молоко закапать в уши, то оно рассосет горячую опухоль и успокоит боль Если в глаз, то устранит боль и утолщение век Если закапать в нос, то поможет при мигрении Козье молоко помогает при кровохарканье и язвах легких Женское молоко полезно при удушье и чахотке сухой природы, возникающей вследствие сухости Молоко с медом помогает при язвах кишечника и делает обильным семя при соитее И лучше всего положить в него раскаленное железо Оно способствует закреплению естества и вылечивает язвы кишечника Кислое молоко утоляет жажду Молоко делает упитанным тело человека с влажной натурой Вылечивает экзему и зуд и полезно также при сухой натуре Если смазать кожу кислым молоком серой, то оно поможет при экземе или шае Следует употреблять 176,4 грамма его Но молоко вызывает ветры, его вредное действие устраняет мед Все виды молока служат заменителем друг друга Природа свежего молока горяча и влажна, но теплоты у него несколько меньше Так что оно достигает середины первой степени, а влажности в начальной стадии второй степени Молоко по своей теплоте занимает промежуточное состояние между слизью и кровью Некоторые говорят, что оно ближе к крови Природа его уравновешена Молоко укрепляет тело детей и взрослых Лучшим видом является очень белое молоко Не слишком густое и не слишком жидкое Так что если его вскипятить, капнуть на ноготь, то оно не стекает Лучше всего человеческое молоко взятое у молодой женщины А вслед за ней считается лучшим молоко тех животных, которые по своей природе близки к человеку Молоко хищных животных, мясом которых человек брезгует, собака, кошка и тому подобное обладают проактивным запахом Хорошим считается молоко от овцы, козы, коровы, свиньи, лошади и им подобных Лучшим считают молоко того животного, которое белого цвета и обладает меньшей силой Молоко животного черной масти сильно окрашено и медленно переваривается по сравнению с молоком животных белой масти Весной молоко всех видов животных более влажное, густое, ибо в это время они поедают те травы, соки которых более маслянистые и густые Летом возрастает теплота и сухость молока Молоко тех животных, которые пасут в горах, более легкое и горячее, чем у животных, которые пасутся в лесу Их молоко более водянистое и вызывает послабление Более старое животное дает более сухое молоко, чем молодое Природа молока обладает тремя сущностями Творожистой, водянистой и маслянистой Если их отделить друг от друга, каждая получит свою отдельную природу Если смешать молоко с медом, то оно поможет при язвах в животе, которые образовались от действия густых влаг Очищает и сваривает их Оно делает тело упитанным и очищает мозг Женское молоко вызывает образование хорошей крови Лучше всего молоко принимать отдельно от другой пищи И не есть до тех пор, пока оно не переварится Оно полезно людям с горячей и сухой натурой Если в желудке не скапливается желтая желчь То можно пить его с медом и сахаром, чтобы быстрее переварилось Лучше всего пить молоко весной, когда природа его уравновешена И творожистое начало приобретает над водянистым Пить весной означает то время, когда коровы пасутся на молоденькой травке А зимой не следует пить молока, пока не пройдет 40 дней Но то молоко, которое пришло в расстройство, опаснее всех вредных веществ Молоко вредно при всех видах болезней слизистой природы Если пить много молока, то это вызывает появление витилиго и вшей Молоко лекарство от забывчивости, беспокойства и страха От которого мутится разум Однако молоко вредно для зубов Вызывает потемнение в глазах, куриную слепоту, сердцебиение Способствует образованию камней в почке Эти вредности возникают от избытка влаги, слизи и крови, содержащихся в молоке Коровье молоко Говорят, что молоко того животного, срок родов которого наступает раньше или позже, чем у человека Не является хорошим Хорошим считается молоко того животного, которое вынашивает в свой плод столько же месяцев, сколько и человек Молоко коровы имеет большее сходство с человечем, чем молоко остальных животных Оно жирнее и гуще и лучше упитывает тело, чем молоко остальных животных Но оно медленно переваривается Козье молоко Природа его уравновешена Помогает при простуде, язве горла и болезни седалищного нерва Которая возникает от сухости Говорят, что козье молоко вредно для живота Ибо коза поедает листья деревьев, которые обладают вяжущими свойствами Но оно полезно для желудка Помогает при застарелых лихорадках и поносе Так как коза поедает горькие травы и больше скачет, чем пасется Молоко верблюдицы Оно очень жидкое и водянистое Не вызывает закупорок, как прочие виды молока Открывает, очищает печень и освежает ее Обостряет зрение, рассасывает уплотнение селезенки Помогает при водянке Полезна при геморрое, болезни желудка Усиливает половую потенцию Если выпить его с сахаром, то улучшится цвет лица у женщин Очистится кожа, умерится жар печени и устранится ее сухость Доза его на прием 350-700 граммов Овечье молоко Оно жирное и густое и дает много масла и сыра Помогает при язве кишечника Усиливает половую силу Помогает при отравлении всеми видами ядов Улучшает цвет лица и укрепляет мозг Уступает действию козьего молока Не годится для человека Вызывает в животе урчание и колику Молоко ослицы Если сделать им полоскание, то укрепятся зубы Помогает при кашле, чахотке, кровохаркании, удушье, болезнях груди, мочевого пузыря и мочевых путей Если дать утром 88,2 грамма парного молока Природа этого вида молока противоположна всем остальным видам Молоко кобылицы Оно быстро переваривается Вызывает месячные при задержке Если женщина сделает с ним клизму Оно согревает матку и очищает ее от язвы Кислое молоко Оно помогает при дизентерии, чахотке, воспалении печени и желудка Устраняет вредные действия ядов Кислое молоко помогает людям с горячей натурой И усиливает половое влечение Оно полезно для желудка Останавливает понос И вызывает аппетит Умеряет жар и делает тело упитанным Молозиво Оно вредно для людей с влажной натурой Вызывает колику, а также камень в мочевом пузыре Боли в желудке, урчание и потерю аппетита Сыр Бывает молодым и старым Лучшим видом является пресный и жирный с приятным запахом сыр Природа свежего сыра холодна и влажна, а соленого горяча и суха От свежего сыра полнеет Он полезен при язве легких, вызывает послабление Вредное действие свежего сыра устраняет мед или сахар Вредное действие старого сыра устраняет грецкий орех, которым заедает его Комментарии для лучшего использования молочных продуктов Исследования академика Уголева сделали очевидным вред молокоживотных при вскармливании грудных детей Даже в древних рекомендациях не указано на кормление детей молоком животных Кормите детей своим молоком, а чтобы оно было, изучите эту книгу Далее надо более рельефно выделить Молокоживотных употребляется эпизодически и в лечебных целях, но не регулярно При регулярном употреблении молока постепенно развивается дисбактериоз А из-за козеина, это молочный белок, который идет на построение шерсти рагу и копыт Клеятся камни в почках Мясо баранина, оно лучше козьего мяса и вызывает образование хорошей крови Полезнее людям с холодной натурой и выводит ветры А мясо ягненка сочнее, чем взрослого животного Зола мяса барана помогает при бельме в глазу А если смазать ею кожу, то вылечит витилиго Свинина Христиане говорят, что она лучше, чем другие виды мяса А мясо поросенка еще лучше Самым лучшим является мясо дикой и здоровой свинии Оно превосходит оленину Делает тело упитанным Говорят, что природа свиного мяса близка к человеческой Знаете, что человек, который бы поел человеческое мясо Не смог бы отличить его от свинины ни по вкусу, ни по запаху, ни по природе Свинина по природе бывает густой и липкой Ее вредное действие устраняет вино, которым ее запивают А также халва из сладости Козлятина Она медленно переваривается, плохо питает тело и вызывает образование дурной крови Мясо козленка лучше Говядина Лучшим является мясо молодого животного Лучше всего говядину есть весной Она по природе более суха, чем козлятина и обладает меньшей теплотой Делает тело упитанным Ее варят с уксусной похлебкой, чтобы не дать дурным сокам спуститься в желудок Она медленно переваривается и является густой пищей Хорошей для подневольного и работающего людок А мясо черного животного вызывает образование черно-желчных болезней Витилиго, экзему, рак, чуму, проказу Черную болезнь, расширение вен, ипохондрию, желтуху, опухоль, селезенки и боль Вредное действие говядины устраняет корица, перец и имбирь А когда варят его, следует положить в котел дынную корку, чтобы мясо быстро разварилось Телятина Лучшим является мясо новорожденного теленка Природа телятины горяча и влажна Она является умеренной пищей Вызывает образование хорошей крови Она вредна тем, у кого увеличена селезенка Ее вредное действие устраняет физическая работа и купание в бане Мясо буйвола Оно принадлежит к жестким видам мяса Вызывает образование дурного химуса Медленно переваривается и отягощает желудок Его природа холодна и суха Мясо зайца Если его мясо испечь и съесть, то оно поможет при язвах кишечника Если его сварить и сделать в ванну в его отваре, то это поможет при подагре и костяных болях Мясо оленя Оно быстро переваривается и гонит мочу По своей природе густое и вызывает желтуху и образование черной желчи Канина Оно жестокое, медленно переваривается и вызывает образование черной желчи и дурных болезней Утка-гусь Природа его корича и влажна Мясо их обладает питательными свойствами А жир помогает при ушной боли Рассасывает опухоль Говорят, если взять одну часть гусиного жира Пожарить или согреть на масле розы Смазать мужской половой член И иметь после этого соитие То женщина не забеременеет Если съесть гусиное мясо То кожа сделается блестящей Лучше всего мясо гуся и утки в печеном или жареном виде Его вредное свойство в том, что оно образует избыток соков и черной желчи Лучше всего его есть с горячими приправами Гусиное мясо улучшает голос Печень жирного гуся очень полезна, вкусна и вызывает образование хорошей крови Говорят, что похлебка из него лучше, чем из мяса Петух и курица Лучшим является мясо молодой птицы Природа его уравновешена Делает тело хорошо упитанным Укрепляет мозг Прочищает голос Бульон из хорошо сваренного мяса полезен при астме Если мясо петуха сварить с укропом То оно поможет при болях в костях Куриное мясо вредно при горячей природе печени Ешьте его со свежим и мягким хлебом Яйцо Лучшим является куриное яйцо Природа его умерена в отношении теплоты и холода Если вымыть волосы яйцом, то оно сделает их блестящими и длинными Белок помогает при ожоге огнем, а желток рассасывает опухоли Если яйцо сварить с уксусом и съесть, то оно укрепит сердце, а желудок ослабит Вылечит язвы кишечника, понос и остановит кровотечение Если яичный желток положить в горшок, прибавить немного муки и перца, сварить и съесть, то он легко переварится, сделает тело Рыба Природа речной рыбы с тонкой кожей холодна и влажна во второй степени От соленой рыбы поправляется Мелкая рыба полезна при горячей форме головной боли Морская рыба полезна для легких и очищает тело Свежая рыба усиливает половую потенцию Соленая рыба прекращает выделение слизи и лучше после еды вызвать рвоту Соленая рыба растворяет слизь и вызывает появление жажды и черного витилига Лучше ее есть с уксусом и чабером Если человек будет ее постоянно есть, то это вызовет болезнь нервов и головную боль Свежая рыба вызывает образование липкой и стекловидной слизи По этой причине возникает колика, паралич, инсульт Ее вредное действие устраняет мед, которым заедает ее А также хорошо запивать рыбу уксусом Лучше всего вслед за свежей рыбой есть соленую Свежую рыбу лучше испечь Не следует ее давать людям с болезнью седалищного нерва И обладающим меланхолической натурой Рыбу лучше всего варить в уксусе После того, как уксус закипит, положить петрушку и шафран А затем разрезать рыбу, положить и хорошенько сварить с пряностями После того, как она сварится, следует дать ей немножко постоять Природа ее холодна и уравновешена Помогает при воспалении печени, желтухи Но она вредна для глаз Рак Речной рак лучше морского Природа его холодна и влажна Обладает очищающими свойствами Он обостряет зрение и удаляет бельмо Делает тело упитанным, а семя обильным Рассасывает плотные опухоли Если съесть или смазать особым образом приготовленную залу его Он растворяет камень и выводит его из мочевого пузыря Его бульон усиливает половую потенцию В вареном виде он полезнее Но он вреден для мочевого пузыря Если его сжечь и смазать молочную железу женщины, пораженную раком, то она вылечится Как надо сжигать рака? Нагрейте медный горшок так, чтобы он раскалился до красна Положите в него целиком рака и разожжите огонь Пусть он остается там до тех пор, пока не сгорит и не превратится в залун Это надо делать в летнюю пору, когда восходит звезда Сириус, а Солнце пребывает в знаке Льва Луна же прошла 15 градусов своего круга Комментарии для лучшего использования мяса Потребление мяса с целью удовлетворения энергетических и белковых потребностей организма Оказалось большим заблуждением Современные исследования ученых обнаружили такую картину Первое. Наша кишечная микрофлора способна из пищевого сырья, небелковой природы, каши, овощей синтезировать все необходимые аминокислоты, витамины и так далее Организм потребляет эти бактериальные микроорганизмы, которые в сущности найценнейший белок Если же сырье поступает сразу белковой природы Мясо, рыба, яйцо, творог, сыры, то на нем размножается совсем другая популяция бактерий, которая патогенна для организма и разрушает его Второе. Открытие индуцированного аутолиза То есть самопереваривание белковой и небелковой пищи показало, что сырое мясо очень быстро переваривается за счет ферментов, имеющихся в каждой белковой клетке Вареное мясо переваривается исключительно за счет ферментов и сил самого организма Хищники, поедая сырое мясо, используют именно этот механизм пищеварения Поэтому у них короче желудочно-кишечный тракт и совершенно иная обработка пищи пищеварительными соками Например, уже в ротовой полости у них кислая среда, а у нас щелочная при рожевании пищи Человеческий организм обладает совершенно другими механизмами усвоения пищи Пищеварительный тракт по своей длине занимает промежуточное место между таковым у хищников и травоядных Потребление одного мяса очень обременительно для человеческого организма Вызывает большие реакции специфического динамического действия пищи При которых до 40% энергии, заключенной в мясе, тратится на выведение излишка белка из организма На Востоке даже существовала казнь с помощью мяса Преступника обездвиживали и кормили исключительно вареным мясом Через месяц он умирал в страшных мучениях из-за сильного самоотравления разлагающимися белковыми продуктами Третье. Ежедневно у человека разрушается и выводится из организма в среднем 30 граммов белковых веществ Такое количество белка в наисвежайшем виде поставляет наша микрофлора Термически обработанное мясо поставляет свернувшийся белок Сравните его с цементом, который слежался и подмог Его необходимо опять размельчить, чтобы он стал полноценно выполнять свои функции И в значительно большем количестве Прибавьте к этому ядовитые продукты разложения лишнего белка патогенной микрофлорой И вам во всей красе откроется картина мясного питания Четвертое. Если вы намерены изредка употреблять мясо То перед его употреблением съедайте большую миску листового салата Что поможет белкам лучше усвоиться Металлы и минералы Золото. Лучшим является чистое и беспримесное золото Природа его уравновешена Если держать его во рту, то это поможет при болезнях горла А если ввести в глаз, то усилить зрение Если смазать тело золотом или растереть его и принять То это поможет при сердцебиении и усилить сердце Если прижечь над сердцем область кожи золотом То оно очень поможет и быстро вылечит сердце Доза его на прием 0,18 грамма Оно удлиняет жизнь, лечит отравление Но оно вредно для мочевого пузыря Его вредное действие устраняет мед А заменителем является серебро Если надеть на шею ребенка золотое кольцо То он перестанет кричать и плакать Оно предохраняет его и от падучей Кто будет носить на пальце золотое кольцо Больше не заболеет ногтиедой Имеющий его при себе не будет знать печали И чем больше его будет, тем радостнее у него на сердце Серебро Лучшим является чистое серебро Природа его охладна и суха во второй степени Обладает уравновешивающими свойствами Сушит гной икру Если растереть серебро и ввести его в глаз То укрепит оболочки глаз Серебро из числа тех средств Которые укрепляют сердце Помогает при геморрое Если чистое серебро подержать во рту То оно утолит жажду Оно устраняет запах подмышками Доза его на прием 0,18 грамма Но оно вредно для мочевого пузыря Заменителем является бирюза Медь Ее полезные свойства таковы же, как у жженой меди Из медной посуды не следует пить воду и есть А то заболеешь слоновой болезнью Жженая медь Природа горячая и суха во второй степени Обладает очищающими и высушивающими свойствами Удаляет глазное бельмо Доза ее на прием 1,47 грамма Она вредна для внутренностей Олова Лучшим является то олово, которое мягко на зуб Природа его холодна и влажна Если сделать примочку с куском ваты на половой член То устраняет полюцию Оно вредно для кишок Его вредное действие устраняет смягчительная клизма Свинец Природа его холодна и суха Если сделать из него ступку и пестик и растереть в ней оливковое масло Или масло розы Или айвы И смазать геморроидальную шишку И те высыпания, которые образуются возле ануса То они исчезнут Если сделать из свинца кольцо и надеть на палец То оно вызовет истощение тела Если свинцовое кольцо надеть на дерево Которое не приносит плодов Или роняет их То оно укрепится И принесет обильный урожай Железо Природа его холодна и суха И обладает высушивающими свойствами Магнитный камень Этот камень Который притягивает к себе железо Природа его горяча и суха Обладает промывающим действием Если женщина будет держать его во время родов То легко родить Если человек будет держать его в руках То пройдут боли в руках и ногах Он помогает и при судорогах Но вреден для печени Его вредное действие устраняет солодка Алмаз Если его разломить То он расщепится на три грани Природа его холодна и суха Говорят, что сила его очень велика Янтарь Хорош тот вид янтаря, который чист и прозрачен Природа его холодна и суха во второй степени Обладает вяжущими и высушивающими свойствами Если янтарь растолочь и смазать им зубы То он придаст им блеск Очистит, сделает белыми и укрепит Помогает при язвах легких Укрепляет органы живота Подавляет половую потенцию Останавливает кровь Откуда бы она ни шла Если прерзать янтарь над опухолью То она исчезнет Доза его на прием 2,2 грамма Но он вреден для голоса Лучшим является янтарь цвета воска Прозрачный и красный с желтоватым оттенком Говорят, что природа его содержит Не много теплоты И если беременная женщина Будет носить янтарь То она не выкинет плод И благополучно сохранит беременность Если сжечь янтарь Будет очень приятный дым Этим его отличают от подделок Политовский янтарь гентарис Защитник от болезней В нем открыли соли янтарной кислоты Которая является биостимулятором Широкого диапазона Она как топливо сгорает в больных клетках И в ослабленных органах Возобновляются жизненные процессы Помогает при заболеваниях зобной железы Для большинства людей он, то есть янтарь Отсасывает энергию Поэтому он полезен при гиперфункции щитовидки Но противопоказан при гипофункции бирюза Она помогает при язвах живота Лучшая бирюза Не шапурская Природа холодна и суха Но масло быстро портит ее Яшма Цветом она похожа на мясо Если повесить ее на шею или руку То она избавит от злых духов Если бесплодная женщина привяжет ее над половыми органами То скоро родит ребенка Если ее повесить на шею То она поможет при болезни желудка Нефрит яшма Лучшим видом является зеленый камень Он очень полезен для желудка Если привязать его к бедру роженицы То она легко разрешится от родов Изумруд Это зеленый камень Лучшим видом является прозрачный изумруд Природа его холодна и суха Обладает высушивающими свойствами Если ввести его в глаз То он укрепит его и очистит от бельма Он полезен при всех болезнях желудка и останавливает кровотечение А если мужчина и женщина до соития выпьют порошка этого камня То женщина забеременеет Он помогает при отравлении ядами, проказе, витилиго Если носить его на себе Излечивает при ожогах кипящей водой Доза его на прием 0,18 грамма Но он вреден для мочевого пузыря Аристотель сказал, что если кто-то съест кусочек изумрудовесом В 8 ячменных зерен То убережется от действий ядов и звериных укусов Принять его нужно до того, как яд проник в тело Чтобы уберечься от вреда Выпадение волос и шелушение кожи Если человек будет смотреть на него, то обострит зрение Жемчуг Лучшим видом является чистый и блестящий жемчуг Природа его холодна и суха во второй степени Обладает разреживающими свойствами Высушивает влажные язвы Укрепляет глаза Предохраняет их от болезни И удаляет бельмо Укрепляет зубы и придает им блеск Он делает разреженный кровь в сердце И успокаивает боль Полезен беременной женщине И оберегает плод в утробе Доза его на прием 0,36 г Но он вреден для мочевого пузыря Заменителем его в двойной дозе Является коралл и перламутр Если жемчуг держать во рту, то он усилит сердце Лазурит Его главное свойство в том, что он веселит сердце сильнее, чем все прочие лекарства Но он вреден для желудка Горный хрусталь Он очень полезен тому, кто вздрагивает во сне Если им смазать соски У женщины, у которых молоко идет с трудом То оно легко станет отделяться Алибастит Природа его холодна и суха во второй степени Если его вправить в перстень и носить То такому человеку не будут страшны колдовство и дурной глаз И он сделается приятен даже врагу Знатные господа в Индии делали из них кубки и пили вино Если его растолочь и смазать зубы, то он очистит их Коралл Один его вид белый, другой красный Лучшим видом является красный Природа его холодна и суха во второй степени Обладает высушивающими свойствами Укрепляет сердце Если вести его в глаз, то он укрепит оболочки глаз Остановит слезотечение и придаст блеск белкам Он укрепляет зубы и придает им блеск Если повесить его над желудком или печенью, то он успокоит боль Доза его на прием 1,47 грамма Он вреден для легких Заменителем является Янтак Перит Лучший вид перита цвета золота Природа его горяча и суха во второй степени Обладает вяжущими свойствами Обостряет зрение и придает блеск глазам Если повесить перит на шею младенцу, то он перестанет кричать и плакать Вреден для легких Его вредное действие устраняет молоко Гематит кровавик Лучший вид гематита ярко-красного цвета Природа его холодна в первой и суха во второй степени Обладает вяжущими и высушивающим действием Предохраняет глаза от болезней Влечивает язву и прекращает слезотечение Он полезен при экземе глаз Помогает тому, у кого растрескались губы Излечивает язвы легких и останавливает кровохарканье Он прекращает месячные Если выпить его или везти во влагалище Разъедает дикое мясо Доза его на прием 2,2 грамма Он вреден для легких Малахит На вкус он сладкий Природа его холодна и суха Он удаляет бельмо с глаз Если растолочь его с несверленной жемчужиной Он из числа ядовитых лекарств Полезен при всех видах влажных язв Яхант Лучшим является яхант Красный и гранатового цвета Природа его холодна и суха Помогает при сердцебиении и слабости сердца Он просветляет душу Приводит в равновесие природу Препятствует полюциям Говорят, если женщина будет носить его То молоко у нее пересохнет Доза его на прием 0,18 грамма Заменитель золота в равном количестве Он сильно радует сердце Своей сущностью он питает душу Усиливает природную теплоту Очищает кров И предохраняет от чумы Лазурит Лучшим видом является прозрачный лазурит Природа его холодна во второй и суха в третьей степени Он обладает сильными высушивающими свойствами Помогает при меланхолии и ночных кошмарах При болезнях черной желчи Очищает сердце и кров Разгоняет страх и заботу Полезен при болезни почек Сводит бородавки и улучшает состояние язв Предупотреблением его надо промыть Доза его на прием 1,47 грамма Аметист Это камень фиолетового цвета С красноватым оттенком Если человек будет держать этот камень при себе То избавится от подагры Если же перед тем как лечь Он положит его под своим ложем То избавится от дьявольского искушения Сердолик Лучший вид Красный и прозрачный камень Природа его холодна во второй и суха во второй степени Обладает очищающими и вяжущими свойствами Укрепляет зрение Выводит бельмо и прекращает слезотечение Укрепляет зубы и придает им блеск Укрепляет сердце Доза его на прием 1,47 грамма Но он вреден для горла Его вредное действие устраняет семена тыквы Заменителем является янтарь Если его вправить в перстень и надеть на палец То победишь своего недруга на суде Мрамор Лучшим является белый и мягкий мрамор Природа его холодна во второй и суха в первой степени Обладает очищающими свойствами Зола Ее сила подобна силе тех веществ из которых она образовалась Лучшей является зола дуба Природа ее горяча и суха И обладает высушивающими свойствами Зола виноградной лозы Помогает при язвах кишечника Тальк слюда Хорош прозрачный вид талька или слюды Природа его холодна во первой и суха во второй степени Обладает вяжущими свойствами Помогает при опухолях молочной железы и опухоли яичей Вреден для желудка Глина Лучше использовать особую печатную глину Природа ее уравновешена, как и природа человека Она радует и веселит сердце человека И помогает при всех видах отравления ядами Эта глина просветляет душу, укрепляет ее и обостряет органы чувств Лучшим видом является тот, который пахнет укропом и пристает к языку Доза ее на прием от 2,94 до 5,88 грамма Купорос Лучше всего зеленый купорос Природа его горячая и суха во второй степени Обладает вяжущими и жгучими свойствами Он высушивает геморрой и немедленно останавливает месячные Помогает и при свищах Если его растереть и вести с помощью пера в нос, то очистится мозг Если смешать его с соком абрикоса и промыть анус, то он укрепит его и будет препятствовать выпадению Он отторгает омертвевшее Сера Лучшим видом является желтая сера Природа ее горяча и суха во второй степени Обладает разреживающими и вытягивающими свойствами Сушит гной и кров Если сделать окуривание, то это поможет при болезни легких и старом кашле, возникшем от холода Если сделать окуривание геморроидальных шишек, то вылечит их и вытянет Если смазать кожу с уксусом, то поможет при проказе, витилиго, лишее и экземе Доза ее на прием 1,47 грамма, но она вредна для печени Ее вредное действие устраняет арбуз Гипс Лучшим видом является белый и блестящий гипс Природа его холодна в первой и сухо во второй степени Обладает вяжущими и высушивающими свойствами Если гипс смешать с розовой водой и смазать женскую грудь, то эта смесь не даст ей увеличиваться Соль Лучше является белая соль Природа горячая и суха во второй степени Обладает очищающими и растворяющими свойствами Она выводит ветры из тела Предохраняет от плесневения, загнивания и тления Рассасывает густые влаги Если посолить ту пищу, которая имеет холодную природу Сыр, рыбу, то их природа изменится и станет горячей и сухой Она вызывает понос и рвоту Очищает желудок и грудь от липкой Соль полезна для людей с влажной натурой То есть у кого выражен Жизненный принцип слизи капха Но вредна для истощенных Доза ее на прием 1,47 г Если есть много соли, то она вызовет Перегорание субстанции крови Потемнение в глазах и уменьшение семени А также экзему и зуд Точильный камень Природа его холодна и суха Обладает очищающими свойствами Если сделать из него припарку на молочную железу То она не даст ей увеличиваться Сода Лучшим видом является белая сода Природа ее горяча и суха во второй степени Обладает очищающими свойствами Отторгает омертвевшее Пособствует измельчению пищи Она удаляет веснушки А также сыпь с лица Если ее водным раствором вымыть тело То он уничтожит в шее Она помогает при бельме на глазу Разжижает густые влаги Если сделать припарку То растесет опухоль селезенки А если сделать клизму с ней И с соком инжира То поможет при колике Если смазать в смеси с маслом Или медом половой член То это вызовет половое желание Сода выводит ветры из грыжевого мешка Заменителем ее является бура Ранее рассказывалось О биоэнергоинформационном обмене Между растениями и деревьями Одни растения могут поглощать Патогенную энергию Другие отдавать хорошую энергию Подпитывая человеческий организм Это же самое явление Наблюдается и в царстве Минералов и металлов Оказалось, что несмотря на малые размеры Металлы и минералы Обладают сильным полем Если поле минерала или металла Резонирует с полем человека То оно укрепляет его И если нет, то разрушает И ведет к серьезным болезням Вот случай, рассказанный Юрием Андреевым Мужчина носил на руке браслет Из красочно подобранных минералов Браслет был очень красив И мужчина его редко снимал Через некоторое время У него появились недомогания А затем он вообще слег Врачи не могли установить причины Этого нездоровья А она оказалась в браслете Камни браслета своим полем Не резонировали с полем человека Что приводило к постепенному Истощению энергии организма Сняв браслет, этот мужчина Быстро поправился Нижеследующая информация Поможет вам лучше разобраться В металлах и минералах С целью индивидуального подбора Для людей, рожденных под определенным Знаком зодиака Более всего подходит Первым приводится камень из книги И сборник А второй рекомендуют Астрологи школы Павла Глоба Овен 21 марта Тире 20 апреля Гиацинт Бриллиант Железо Телец 21 апреля Тире 21 мая Агат Рубин Медь Близнецы 22 мая Тире 21 июня Аметист Жемчуг Ртуть Рак 22 июня Тире 23 июля Хризалит Изумруд Серебро Лев 24 июля Тире 23 августа Берил Сердолик Золото Дева 24 августа Тире 23 сентября Оникс Сапфир Платина Весы 24 сентября Тире 23 октября Сердолик Опал Медь Скорпион 24 октября Тире 22 ноября Топаз Сталь Стрелец 23 ноября Тире 21 декабря Изумруд Бирюза Жесть Козерог 22 декабря Тире 20 января Халцедон Гранат Свинец Водолей 21 января Тире 19 февраля Сапфир Аметист Радиоактивный уран Рыбы 20 февраля Тире 20 марта Яшма Аквамарин А металла нет Черный алмаз Соответствует Солнцу Алмаз по-арабски Твердейший Соответствует Луне Золото Соответствует Солнцу Оно согревает Серебро Соответствует Луне Оно охлаждает Оправа камней Берил и сердолик Оправляются В золото Гиацинт В серебро Жемчуг Рекомендуется носить Только в ожерелье Остальные Драгоценные Камни Оправляются В золото Или серебро По желанию Магические Свойства Драгоценных Камней Агат Приносит победу Над противником Аметист Дает Здравое Суждение Предохраняет От пьянства Берил Способствует Трудолюбию Защищает От врагов Вызывает Симпатию Гиацинт Дает Бесплодие Предохраняет От водянки Алмаз Охраняет От врагов Удаляет От опасности Женщин Во время Родов Гранат Дает здоровье Покровительствует В путешествиях Изумруд Укрепляет Зрение Охраняет Целомудрие Коралл Защищает Во время Эпидемии Корнолин Дает Удачу Защищает От кровотечений Оникс Черный Располагает К печали И дурным Сновидениям Жемчуг Охраняет Целомудрие Сапфир Дает Удачу И целомудрие Сердолик Приносит Счастье И удачу Целинит Вызывает Симпатию Халцедон Сохраняет От опасности В путешествиях Хризалит Предохраняет От подагры Яшма Предохраняет От ненависти И яда Свойства Ткани Шелк Природово Близка Горячий Он обладает Жгучими И высушивающими Свойствами Если его сжечь И затем съесть То развеселится Сердце И прекратится Сердцебиение Но если его не сжигать То сила Его Будет Больше Одежда из него Греет Умеренно Наподобие Хлопковой Доза его на прием 0,36 Грамм Говорят Кто носит Шелковую рубашку Не будет Знать вшей Шелк очищает Тело От избытка Слизи И черной Желчи Делает его Упитанным И укрепляет Изгоняет Заботы Из сердца И просветляет Разум А также Обостряет Зрение Он увеличивает Половую силу Но он вреден При горячей Природе Тело Его вредное действие Устраняет Одежда Из льна Лен Льняное полотно Дает прохладу Телу И в нем Не заводятся Вши Но если Всю зиму Носить льняную Одежду То человек Истощится А если носить Летом То пополнеет Старину Женщины На Руси Оберегали свое Тайное место Чрево В котором происходило Таинство Возрождение Новой жизни Они носили Одежду из льна Холстина льна Насыщенная Животворной Силой земли Солнца И воды Именно эти силы Подымали лен Да к тому же На этой холстины На подоле рубахи Вышивали Обережные Знаки Ведь от женщины Зависит продолжение Рода Какие от нее дети Уродятся Сильные и здоровые Либо Хворые И слабые Сейчас это забыли Девчушки Да и взрослые Женщины Носят Коротенькие Платица Выставляя Себя на показ Жадным Похотливым Дурным Глазам Знайте Взгляд Обладает Особой Энергией Это научно Доказано В коротком платье Девушка Женщина Беззащитна От воздействия Черных сил И болезней Защищайте Себя Ради будущих Детей Шерсть Шерстяная ткань Природа ее Горяча и суха Обладает Согревающими И высушивающими Свойствами Но если Носить ее То тело Истощится Лучше всего Снизу надеть Льняное белье Ношение Шерстяной одежды Полезно Для печени И почек Лучше является Шерстяная ткань Связана Из шерсти Ягненка Говорят Если Пререзать Кусочек Шерстистой материи То он сколько бы ни ходил Не устанет Если Сделать подушку Из Заячьей шерсти То хорошо будет Спать И если Заячью шерсть Солодкой Ввести во влагалище То она поможет Наступлению Беременности Хлопчатник Лучшим является Белый Природа его Семян горяча В первой степени И влажна во второй Семена его Обладают Размягчающими Свойствами Послабляющим Действием И усиливают Половую Потенцию Его масло Помогает при геморрое И холодной Природе Почек И матки Усиливает Половой член Одежда из хлопка Согревает Природу Тело И размягчает Одежда из грубой Хлопчатобумажной Ткани Действует Так же Но истощая Тело Семена Очищают Кожу От следов Оспы Доза 5,88 Грамма Семян Его вредное действие Устраняет Корень Солодки Заменителем Миндаль И снотворный Мак Взятые в той же дозе Синтетика Синтетическая Одежда И обувь Изолируют нас От окружающей Среды Что парализует Эффект Биоэнергетического Обмена Отключая Доступ Свободных Электронов К Акупунктурным Точкам В результате Мы медленно Но верно Чахнем Понаблюдайте Современные люди Особенно Среднего и старшего Возраста Очень быстро Устают Комментарии Для лучшего Использования Ткани Вышеуказанные Свойства Ткани Оказывают Огромное влияние На наш организм Потому что мы находимся С ним В постоянном Контакте Носите только Естественную Ткань И в зависимости От сезонов года Подбирайте ее С теплыми свойствами Или Прохладными Учитывайте Свои Конституционные Особенности С тем Чтобы одежда Не усугубляла Их А уравновешивала Вода Есть много Видов воды Лучшая вода Та Что прозрачна И легка Природа ее Холодна И влажна И обладает Увлажняющими Свойствами Дождевая вода Является Самой лучшей Она способствует Перевариванию Пищи И помогает ей Дойти до Органов Она сохраняет Влагу тела И поддерживает В равновесии Родниковая вода Тоже Очень хороша Но не из Всякого Родника Хороша Та ключевая вода Которая Вытекает Из Горячей земли А также Хороша вода Из Каменистого Родника Теплота ее Происходит От того Что солнце Согревает ее И она Находится С подветренной Стороны Говорят Что вода Северного Восточного И южных Ветров Совсем Нехороша Стоячая вода Нехороша Ее нельзя Пить Она вызывает Опухание Селезенки Водянку Помешательство Геморрой Опухолей И язвы Кишечника Минеральная вода Которая выходит Из рудников Расположенных В тюркской местности Нехороша Но та Что выходит Из железного Рудника Укрепляет Органы Живота Устраняет Слабость Желудка И усиливает Половую Потенцию Морская вода Имеет Горячую И острую Природу Она вредна Для желудка И вызывает Послабление Если человек Смажет Ею тело То согреется Она растворяет И выводит Слизь Полезна При болезнях Нервов Если подержать В морской воде Подтрескавшиеся От холода Члены То они Исцелятся А если сделать С ней клизму То она согреет Внутренность И поможет При болях В животе Морская вода Полезна При экземе Зуде Лишае И опухоли Молочной железы Если вымыться Ею Остужает Жар Кожи Если человек Будет Несколько дней Подряд Мыться Морской водой То поможет При застарелых болезнях А пары морской воды Полезны При водянке И ушной боли Холодная вода Подавляет Половую потенцию Но она способствует Быстрому Перевариванию Пищи И очень полезна Для человека Который сильно потеет Если он Выпьет ее Или будет умываться Ею Полезна она И тому Кто мочится В постели Страдает Сильным Носовым Кровотечением Сильным Кровотечением Из язвы Изжогой Горячей формой Болезни Она укрепляет Десны Способствует Растворению Семени Полезна При экземе Зуди Отрыжки И запахи Изо рта Если выпить Или умыться Ею Если же смешать С вином И выпить То сделает Приятным Запах пота Если после еды Выпить Холодной воды То укрепится Желудок Но натощак Ее не следует Пить А также нельзя И употреблять Страдающим Слабостью желудка Немощным И истощенным Людям Ледяная вода Способствует Болезням Нервов И образованию Опухоли Но она вызывает Аппетит И укрепляет Весьма полезна Человеку С горячей натурой Благоприятствует Четырем Телесным силам Но вредна Для половой Потенции Закрепляет Естество Горячая вода Подавляет Переваривающую Силу И не может Утолить Жажду Она вредна Страдающим Чахоткой И водянкой Ослабляет Сердце И желудок Горячая вода В бане Делает волосы Седыми Но полезна Для груди Делает Обильными Месячные И мочу И успокаивает боль Полезна при всех формах Болезней Холодной Природы Медовая вода Помогает При холодной Природе Желудка Вызывает Аппетит И делает Обильной Мочу Помогает При всех Недугах Холодной Природы Растворяет Дурные Соки И способствует Сохранению Хороших Закрепляет Медовую 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 и не выходит, смешивает его с черным дегтем и смазывает, из-за ноза выходит. Полезно во время эпидемии чумы сделать окуривание воском. Волосы. Природа человеческого волоса уравновешена, а также горячая и сухая и обладает высушивающими свойствами. Если человеческий волос растереть в оливковом масле, то это поможет при опухолях головы. Окуривание им полезно при спазме матки. Заменителем является шерсть. Если сжечь человеческий волос и сделать присыпку при выпадении заднего прохода, то она поможет и втянет его внутрь. Голубиный помет. Природа его обладает наибольшим теплом, чем все остальные виды помета. Он помогает при всех болезнях холодной природы. Если же его смешать с льняным семенем, то сила его возрастет. Если смешать с медом и льняным семенем и приложить твердый как камень опухоли, то он поможет. Если смешать с ячменной мукой, сварить, прибавить немного дегтя, хорошенько растереть, чтобы получилась хорошая мазь и приложить смеси с мукой из льняных семян к узлам при проказе, то через три дня она растереть. Сосет их. А затем следует еще раз поменять припарку и приложить новую. Если выпить помет красного голубя с 8,8 граммами корицы, то это размельчит камень почек, растворит и выведет его. Это удивительное средство. Голубиный помет очень полезен при колике. Дождевой червь. Лучшим видом является красный червь. Природа его горячая и сухая. Если его съесть с вином, то будут обильными молоко и моча. Раздробится камень, поможет при желтухе. А в смеси с уксусом выведет мелких и крупных листов. Если смазать половой член, то он увеличится. Если растолочь червя с мельничной пылью и приложить к бородавкам, то они выведутся. Если его промыть, высушить, размельчить, провеять, смешать с кунжутным маслом и смазать половой член, то он увеличит его. Но если его съесть, то можно повредить желудку. Его вредное действие устраняет цикорий. Копыта. Лучшим видом является копыта взрослого животного. Оно обладает высушивающими свойствами. Зола всех видов копыт останавливает кровавый понос и вылечивает изязвление кишечника. Если сделать окуривание копытом лошади и женщина постоит над парами, то легко родит ребенка. Их вредное действие устраняет масло. Лягушка. Лучше является пресноводная зеленая лягушка. Ее жир способствует удалению зубов. Если ее кровь смешать с муравьиными яичками и нашитарем и смазать места, с которых удалены волосы, то они больше не вырастут. Кожа лягушки обладает вытягивающей силой. Один человек поранил ногу на болоте. Началось загноение и предстояла ампутация ноги. Он взял жабу с того места болота, где поранил ногу, снял с нее кожу и приложил на больное место. Беспробудно проспал двое суток. До этого с огромными дозами снотворного не мог заснуть. Повязка спала, впитав весь гнот. Через неделю рана заросла. Оказывается, в жабе и коже содержатся вещества, нейтрализующие яды, в том числе и змеиные. Ладан. Лучшим является белый ладан. Его природа горяча во второй и суха в первой степени. Вызывает рубцевание. Укрепляет разум и вылечивает забывчивость. Помогает при раке. Вылечивает язву глаза. Если сделать окуривание, то вызовет рост ресниц. Устраняет вздут. Укрепляет сердце и душу. Желудок. Выводит избыток влаги. Растворяет камни. Высушивает язвы. Доза его на прием 1,47 грамма. Но он сжигает кровь. Мумие. Древние тибетцы о происхождении мумие говорили так. Летом, когда солнце раскаляет камни и скалы, находящиеся в них металлы потеют. Этот пот выступает наружу, подобно соку лакового дерева и застывая образуют мумие. Виды мумие отличаются друг от друга цветом металла, от которого они произошли. Золотое, серебряное, железное, медное, оловянное. В Средней Азии лучшим видом мумие считается черное. Природа его горяча в первой и суха во второй степени. Разрежена и обладает растворяющими свойствами. Помогает при параличе и искривлении лица, закупорках и ушибах. Говорят, в смеси со свиным салом, излечивает глухоту. Помогает при болезни печени. Доза его на прием 1,47 грамма. Вредно для селезенки. Оно в силу своей сущности укрепляет сердце и помогает при всех опухолях и болезнях холодной природы. Поможет, если дать 0,36 грамма при сердцебиении. Если дать столько же сотвором петрушки и свежим молоком, то это поможет при язве мочевого пузыря. Муха. Лучший вид. Зеленый. Природа его горяча и влажна. Обладает смягчающими свойствами. Помогает при болезни глаз, выпадении ресниц и очмени в глазу. Если золую смешать с медом и смажать кожу при лисии болезни, то это поможет, а также поможет при укусе пчелы, если смазать укушенное место. Мышиный помет. Природа его горяча. Если смешать его с ладаном и вином и дать выпить, то растворится камень мочевого пузыря. Если ввести в глаз, то исчезнет бельмо. Нашатыр. Природа его горяча и суха во второй степени. Обладает вяжущими и высушивающими свойствами. Пиявка. Природа ее холодна и влажна. Она всасывает кровь, дурную кровь из больного места, на лице или в носу. Если же ее высушить, растереть, в масле лили, смазать половой член, то он увеличится. Заменителем пиявки является земляной червь. Пиво. Его готовят из проросшего очменя и меда. Природа этого напитка подобна природе чистого виноградного вина. Обладает разреженными свойствами. Помогает при роже. Выводит мочу. Прекращает жар и смягчает остроту соков. Устраняет тошноту, но вызывает рвоту. А если смешать его с сайвой, то укрепит желудок и поможет при несварении. Но вредно для почек и мочевого пузыря. Его вредное действие устраняет мед. Вино. Вино бывает сладкого, кислого и горького вкуса. В малом количестве вино послабляет, развивает теплоту, возбуждает отважность, способствует сну, целебно для системы кровообращения и формообразования организма. В чрезмерно больших количествах вино, извращая духовные способности, приводит к несмотрительности и потере стыдливости. В первой степени опьянения человек водворяется в область легкомысленных поступков и, игнорируя принятые миром обычаи, приличия, чувствует себя счастливым. Во второй степени опьянения он становится как бешеный слон. Совершает непотребные грехи, приступает к своей границе. В последней степени опьянения он лежит без души, как мертвый, ничего не помнящий и уходит в область мрака. Солома. Лучше в ней не лежать, ибо это способствует возникновению паралича и болезни нервов. Полежать в ячменной соломе полезно для человека с горячей натурой. Если сжечь бобовую солому и золой смазать потемневшие места при экземе, то это очистить ее и удалить черные пятна. Слюна. Лучшая слюна бывает у постящегося человека. Природа ее горяча и влажна в первой степени. Обладает переваривающими и растворяющими свойствами. Помогает при кровоизлиянии в глаз и бельме. Она удаляет веснушки и рассасывает кровоподтеки. Детская слюна вылечивает геморрой, если смазать вместе с ревенем геморроидальные шишки. Слюна детей с горячей натурой вылечивает лишай. Величайший физиолог Иван Павлов подтвердил это, сказал, что слюна обладает целебными свойствами. Яичная скорлупа. Природная холодная суха во второй степени. Если ее промыть, размельчить и вести в глаз, то исчезнет бельмо. Если смешать с ядрами дынных семечек и смазать кожей, то она очистится от рубцов, а также выведутся веснушки. Послесловие. Эту книгу можно рассматривать как дополнение к первому тому целительных сил. Вы уже познакомились с чудесами очищения организма и эффективностью правильного питания. Теперь, зная свойства веществ и особенности своего организма, то есть индивидуальную конституцию. Вы будете использовать древние знания, используя для себя и своих близких. Желаю вам удачи в жизни и крепкого здоровья. Геннадий Малахов.